100-летний юбилей отпраздновал почетный гражданин Мариинско-Пасадского района Теренций Дверенин. Человек, который прошел Великую Отечественную войну, а в 85 лет занялся искусством и начал мастерить многофигурные композиции. Основная тема – трудовые будни сельчан. Телеграмма от президента России, благодарственное письмо и именные часы от главы Чуваши. Поздравить юбилеар, отмечающего круглую дату с двумя нолями, приехали многочисленные родственники, друзья, знакомые. В числе гостей – министр культуры республики, глава администрации Мариинско-Пасадского района. Мы увидели сегодня еще такого патриота жизни, патриота, который действительно любит свою республику. Он не просто был танкистом, не просто трактористом, он, оказывается, был нефтяником. Это тоже интересная профессия, вроде далеко от культуры, скажем, сегодня, но тем самым он прекрасно, оказывается, писал сихи. Он и писатель, скажем так, от души, да, наверное. Потом он то же самое, он изготавливал замечательные куклы. Своё увлечение мастерить деревянных кукол Терентий Парамонович нашел в 85 лет. Персонажи объединены замыслом и действиями. Это сценки и многофигурные композиции, отражающие повседневную жизнь. Причем, как и прошлую, так и настоящую. Все элементы вырезаны из мягкой древесины, частично тонированы акварелью в телесные цвета и соединены шарнирами. Одежда тоже дело рук мастера, хотя иногда ему помогали дочки. Носочки я ему вязала, а в остальном вот эти рубашки. Кстати, на этих рубашках есть вышивка, которая вот национальная именно вышивка. Сам делал вышивки, шил он, вот швы полностью. Ну вот такая полноценная рубашка, брючки, шапочки, лапти потом плел на них. Таких деревянных танков три штуки. Один в Чебоксарах в Музее боевой славы, второй в Марпасаде, третий здесь, на родине мастера. На подобном танке Терентий Дверинин прошел Великую Отечественную войну. Он был танкистом с 42 по 45 год. Военным, рабочим и творческим периодом жизни народного мастера посвятили концерт в Сюндюковском сельском доме культуры. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.